Время новостей на канале 12 в студии Юлия Лукьянова. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Старый Новый год в страхе. Минувшие выходные спасателям поступило три сообщения об утечке газа в квартирах и подъезде. Подробнее об этом в материале Татьяны Ждановой. Новогодние праздники позади. Время грызть гранит науки. Чем школьникам запомнились новогодние каникулы, как череповецкие школы готовились к приему ребят, расскажет Татьяна Федянова. С 1703 года до наших дней. Минувшие выходные работники печатных СМИ отметили свой профессиональный праздник. С коллегами пообщалась Анастасия Хаткова. Мощный взрыв бытового газа прогремел сегодня утром в Ростовской области. Уже сообщается от четырех погибших. Еще больше жизни унес взрыв в Магнитогорске в канун Нового года. Трагедии напугали россиян. Сообщение о возможной утечке газа стало больше и в Череповце. Подробности у Татьяны Ждановой. Запах газа в квартире и в подъезде. С такими жалобами череповчане уже пять раз обращались к спасателям в этом году. Три тревожных звонка поступили накануне от жителей домов на улице Любецкой, Юбилейной и Химиков. В последнее время участились случаи вызова. На эти вызова выезжают все службы города Череповца, и Горгаз, и служба пожаротушения, полиция. Естественно, им и проводится обследование подъездов. Устанавливается, есть ли какая-то утечка. Но в основном это не зависит от газа. Люди воспринимают любые резкие запахи сейчас. Почти в два раза чаще череповчане стали обращаться и к ресурсникам. За две недели Нового года им поступило 105 звонков. В 35 случаях утечка газа подтвердилась. Причина такой бдительности понятна. Трагедия 31 декабря в Магнитогорске, которая унесла 39 жизней, потрясла всю Россию. Сегодня утром взрыв прогремел в Ростовской области, в городе Шахты. Вновь погибли люди. Из-за утечки бытового газа месяц назад беда произошла и в областной столице. Несколько семей буквально за секунду остались без крыши над головой. Хозяйка одной из квартир умерла по дороге в больницу. Все это заставило череповчан задуматься. Как не боимся? Очень даже боимся. Если благополучная квартира, конечно, там все соблюдается. Проверяют, газ вовремя ходят, а другие квартиры не пускают. Вот где квартиранты особенно живут. Так там откуда, знаешь, утечка есть, нет утечки, боимся. Особенно в возрасте, когда за 80, забывают, включат и уходят. Могут в магазин или умыться. Там немного же нужно, чтобы рвануло. Свет включил и взрыв. Исключить техническую неисправность можно с помощью своевременного обслуживания газового оборудования, напоминают специалисты. По закону делать это необходимо раз в год. В 2018-м ресурсники проверили почти 100 тысяч потребителей и выявили более 20 тысяч нарушений. Однако есть и те, кто до сих пор не заключил договор на обслуживание в Череповсей районе. Таких 13 тысяч человек. Такого числа потребителей у нас не проводится положенное по закону техническое обслуживание, что может привести к различным чрезвычайным ситуациям. Важно не только проверить и наличие этого договора, но и посмотреть, когда в последний раз мастера осматривали вашу газовую плиту, газовую колонку или котел. Конечно, это в первую очередь безопасность. Безопасность ваша и ваших соседей. В свете последних событий в Госдуме предлагают оборудовать новые дома газовыми плитами с системой автоотключением. Хотя ранее Министерство строительства настаивало на установке газоанализаторов. Но пока эти идеи воплотить в жизнь не удалось. По данным федеральных изданий, сейчас Минстрой и Минпромторг предлагают добавлять в газ дополнительные вещества, которые позволят мгновенно заметить утечку. Если в своей квартире вы почувствовали запах газа, в первую очередь необходимо перекрыть газопроводную трубу с помощью специального крана, открыть все окна в квартире, вызвать аварийную службу и покинуть помещение. Ни в коем случае нельзя включать свет, пользоваться электроприборами и источниками открытого огня. Ведь даже маленькая искра может привести к страшным последствиям. Татьяна Жданова, Егор Плюснин. Новости. Больше 60 человек эвакуировались за считанные минуты. Неучение о настоящую тревогу объявили накануне в областном наркодиспансере номер 2. На улице Металургов огонь вспыхнул на лестничной клетке пятого этажа здания. Из-за короткого замыкания загорелась лампа дневного освещения. Информация о происшествии от автоматической сигнализации поступила на пульт пожарной охраны. На место приехало 10 спецмашин и больше 30 огнеборцев. Но их помощь не понадобилась. Тушить лампочку уже не пришлось. А 51 пациент и 13 сотрудников уже были на улице. Никто не пострадал. Отдохнувшие полные силы и стремлений к новым знаниям. Сегодня для череповецких школьников началась третья, самая длинная четверть в учебном году. О том, чем запомнились новогодние каникулы, ребята рассказали и нашей съемочной группе. Ну и мы начинаем. Сегодня с вами, да? Вы отдохнули за каникулы? Да. Забыли все по математике? Нет. Пеналы, тетради и учебники ученики 17-й школы подготовились к урокам. Позади остались зимние каникулы. Их ребята провели по-разному. Так учащиеся 17-й школы Илья Дамаскинов и Ева Елизарова в новогодние праздники провели время с пользой. Мы с сотрудниками ГИБДД останавливали детей, особенно с колясками мам, и давали им памятки, значки об правилах дорожного движения. Потому что сейчас темнеет намного раньше, и забывают родители и дети надевать светорожжающие значки. Мы с мамой делали эти памятки своими руками, а потом некоторым детям выдавали такие же. Активным получился отдых и у команд из 20 учащихся 2-х и 6-х классов. На каникулах ребята репетировали свое выступление на 14-м рождественском фестивале, который вскоре пройдет в Обнинске. Там ребята выступают на конференции, каждый со своим докладом, со своей работой, рассказывают исследования, которые они произвели за год. Кроме этого, ребята будут участвовать в Олимпиаде, в различных играх творческих и квестах. Сейчас мы с ребятами готовим домашнее задание, потому что в этом году домашнее задание будет на тему в мире книг. Костюмы уже разложены по чемоданам в разгаре последней репетиции перед отъездом. Настрой у команды боевой. Герои книг помогут нам, дадут любой урок. Спасибо книгам скажем за мудрость, за намек. Начало третьей четверти времени не только новых побед, но и эпидемий. Так в декабре ученики двух классов 17-й школы вынуждены были познавать науки дома. Всему виной повышение уровня заболеваемости ОРВИ. Чтобы ситуация не повторилась, во всех общеобразовательных учреждениях города принимаются специальные меры. Прежде всего в школе организован утренний фильтр учащихся, когда и медицинские работники, и классные руководители, и педагоги отслеживают признаки каких-либо заболеваний. Особое внимание уделяется сейчас уборке школьных помещений и какие-то информационные мероприятия, когда мы информируем и родителей на родительских собраниях, и детей на классных часах о том, какие меры нужно соблюдать для того, чтобы не заболеть. Чтобы не стать жертвой простуды, медики советуют школьникам и их родителям вспомнить несколько правил. Не переохлаждаться, как можно чаще мыть руки с мылом и не контактировать с больными. Ведь сегодня началась самая длинная и ответственная учебная четверть. Татьяна Федянова, Сергей Павлов. Новости. 280 череповецких школьников поборются за победу в региональном этапе Всероссийской Олимпиады. Ученики 9, 10 и 11 классов проверят свои знания по 21 предмету. Продлится интеллектуальное состязание до 25 февраля. В городе Нашексне площадками для проведения регионального этапа станут ЧГУ, Строительные и Технологические колледжи, Технопарк Кванториум, Центр доп. образования детей и 11 школа. Напомним, состязание проходит в 4 этапа. Школьные и муниципальные уже состоялись. По итогам регионального этапа эксперты составят список ребят, которые примут участие в заключительном. Отметим, победители Всероссийской Олимпиады школьников имеют возможность без вступительных испытаний поступить в ведущие вузы России. От поиска темы до готовой газетной полосы. 13 января в России отмечался День печати – профессиональный праздник для всех работников печатных средств массовой информации. И обычно они остаются за обложками и иллюстрациями газет и журналов. Но в честь знаменательного дня можно сделать исключение и познакомиться. С мастерами слова и фото пообщалась Анастасия Хаткова. Дети с аутизмом, синдромом Дауна, различными генетическими заболеваниями. Сегодня редакционное задание Дианы Бушмановой – рассказать о работе образовательного центра для особенных ребят со всего Северо-Запада. Диктофон в руках, рядом верный коллега-фотограф. С этого начинается работа над многими газетными материалами. Можно сказать, что я универсальный журналист, я и по детским садикам могу ездить, могу решать коммунальные проблемы. То есть, допустим, если обращается к нам читательница или читатель, что у нее в доме там завелись тараканы, блохи, как бы мы едем или, допустим, очень нравится выезжать в район, когда, ну, решать какие-то, допустим, соседские вопросы. В общем, когда обращаются читатели с какими-то своими проблемами. Успеть поймать каждый кадр, заметить яркие детали, отразить динамику движений в одном кадре, чтобы зацепить зрителя. Эта часть работы над общим материалом фотографа Дарьи Левашовой. Ведь именно благодаря фото печатные материалы играют красками еще до того, как читатель погрузится в текст. Работать в газете девушка начала полгода назад. Проверку я прошла быстро, и меня взяли на работу. Очень интересная работа, очень насыщенная работа. Я помню свой первый день рабочий, это был рейд по пляжам. Было очень жарко, но было настолько круто. После работы, что называется в полях, время обработки информации, расшифровать записи, написать статью, подобрать иллюстрации. И все в очень быстром темпе, ведь понедельник – важный день для работников «Голоса Череповца». Сдача очередного номера газеты, материалы для которого собирались целую неделю. Здесь важно ничего не упустить. Мы стараемся в течение недели, чтобы это как-то накидать, но все равно процентов 40 остается на понедельник. В понедельник надо, во-первых, издать материалы, которые недостают, и проверить, чтобы были все фотографии подписаны, там все эти вот проиллюстрированные все статьи были сделаны, анонсы, отдельно делается обложка. 20 полос в первой тетрадке, которая информационная, вторая тетрадка, которая такая вот сад-огород, вот это вот развлечение, хобби, она сдается в четверг. А мы стараемся оставлять в понедельник какие-то оперативные материалы. Проверить все до мелочей. Во время сдачи номера журналисты следят за тем, что они пишут, а корректоры и редакторы за тем, как. Галина Плотникова работает корректором в газете уже почти 30 лет. И несмотря на всеобщую цифровизацию, медиа, главные помощники – распечатанная полоса и словари. Ведь всех нюансов и тонкостей на экране монитора не увидеть. Справлю на полосе, чтобы уже сверстанная полоса была видна, все ли тут на месте, подписи, чтобы переносы соответствовали нормам, клан-титул соответствовал, дата. И, ну, журналисты стараются, конечно, но в любом случае будут ошибки, это все надо нам учитывать. И только после всех этих операций главный редактор дает добро на сдачу номеров печать. 2019-й станет для «Голоса Череповца» особенным – годом 25-летия издания. Поэтому впереди новые проекты, актуальные статьи и активная работа с главными героями процесса – читателями. У нас тираж газеты, мы придерживаемся уровня 15-14 тысяч экземпляров. У нас к 18 тысячам приближается число подписчиков только в социальной сети ВКонтакте. Поэтому сложно говорить, сколько человек читает. Самое главное, что читают газету, доверяют этому средству массовой информации. И это самое дорогое, что есть. История газет в России началась с первого выпуска «Ведомости» 13 января 1703 года. Потом дату изменили на 5 мая и учредили День советской печати. А с 1991 года главный праздник печатных СМИ вернулся в календаре на свое место. Но отмечают профессиональный праздник журналисты в рабочем ритме. Ведь события, о которых нужно рассказать читателям, происходят без перерывов на торжества. Анатолий Ходков, Анатолий Холин. Новости. Это не все новости. Смотрите во второй части выпуска. Приехала в гости и попала под машину. В больнице скончалась пожилая женщина, которую в канун Нового года сбила иномарка на зебре. Большой сольный концерт подарил городу минувшие выходные ансамбля «Череповец». Почему в таком формате коллектив выступает крайне редко, выясняла Вера Пучеренко. Новые игры, новые победы. Хоккеисты Северстали продолжили победную серию на выезде. Об этом мы не только расскажем после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. Новая стоматология. Доброжелательная обстановка, индивидуальный подход. Новая стоматология. Все дело в улыбке. «Череповец». Победа 95. Насеткина 19. Только сейчас. В салонах хорошие двери. Теплые стальные двери со скидкой 20%. Сеть салонов «Хорошие двери». Нет числа диковинам. Самоцветы, мед и лен. Трикотаж, подарки, шапки. Обувь, рыба, аж с Камчатки. Ярмарка «Зимняя сказка». Товары со всей России. С 16 по 20 января в СКЗ «Алмаз». Продается офисное здание на улице Коммунистов 42. По цене 35 тысяч рублей за квадратный метр. Общая площадь 1100 квадратных метров. Здание расположено в центре города. Рядом с площадью Милютина и Советским проспектом. Рассмотрим вариант поэтажной продажи. Год новый, а планы старые. Надо делать ремонт. Поменять мебель. И гардероб обновить к весне. Кредит в банке «Восточный». До миллиона на ваши планы по ставке 9,9%. Чтобы успеть больше в новом году. Хороших дверей для вас еще больше. Межкомнатные, металлические, красивые и прочные. Ассортимент фурнитуры и ламината. Хорошие двери. То, что вам надо. Проспект Победы 105, Ленина 90 и Октябрьский 39. Хорошие двери. Мы в каждом районе города. В эфире новости. Мы продолжаем выпуск. Пенсионерка, которую сбили в Череповце под Новый год, умерла в больнице, не приходя в сознание. Об этом сообщили родственники 86-летней женщины. Они рассказали, что у бабушки было крепкое здоровье, и она приехала к ним в гости из Украины. Напомним, авария произошла 31 декабря на улице Командарма Белова. Водитель Hyundai Solaris вовремя не затормозил перед пешеходным переходом. В это время на зебре находилась пожилая женщина. С тяжелыми травмами и большой потерей крови ее госпитализировали. Сейчас сотрудники ГИБДД назначили проверку по данному факту. Уголовное дело пока не возбудили. Как сообщили нам правоохранители, будут проведены дополнительные проверки, чтобы установить степень вины автомобилиста. Своё мнение выскажет специалист из областного экспертно-криминологического центра. Близкие погибшие также сообщили, что водитель иномарки ни разу не позвонил и не поинтересовался самочувствием пенсионерки, пока она была в реанимации. Приборы фиксации нарушений ПДД установлены на участках автодорог Вологодчины, где ведутся ремонтные работы. Решение о монтаже дополнительного оборудования принято владельцами трасс. Контроль усиливается в связи с тяжелыми последствиями аварий, которые происходят на дорогах в области. Сейчас на магистралях региона установлены 115 мобильных приборов и 49 стационарных. Они работают круглосуточно, в том числе в зоне временного ограничения движения. В областном управлении ГИБДД призывают водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и выполнять требования дорожных знаков. Добавим, что по итогам прошлого года на дорогах Вологодчины, в местах, где проводились ремонтные работы, зафиксировано 24 аварии. Из них 4 закончились смертельным исходом, 29 человек получили травмы. Одна купель будет организована в Череповце для крещенских купаний в этом году. Она традиционно появится на реке Шексна рядом с лыжной базой. Иордань выпилят утром 18 января. Размером она будет 9 на 3 метров. Будет проведено водолазное обследование, будут устанавливаны дополнительные заграждения под водой. Будут сделаны настилы для раздевания, лесенки для спуска в воду. Установлены вешалки, будет функционировать теплая раздевалка. На здании лыжной базы. Мониторинг показал, что толщина льда на этой территории достаточно приемлемая. 35-30 сантиметров. Такой показатель вполне безопасен. У проруби будет организовано дежурство сотрудников экстренных служб, спасателей, медиков и полицейских. А вот в Череповецком районе санкционированных крещенских купелей в этом году не будет, сообщили в ГИМС. Сегодня специалисты проверили водоем в поселке Мякса. Он не соответствует необходимым требованиям. Там лед всего 20 сантиметров, плюс к этому низкий уровень воды. Познакомиться с сердцем Череповца станет легче. Сегодня к нам рассказали, что в начале Советского проспекта появится схема исторической части города. В роли картографов выступили юные череповчане. В конкурсе на лучшую карту приняли участие 42 школьника от 12 до 15 лет. Все они воспитанники первой художественной школы. Сегодня в Камерном театре все пять творческих групп показали свои работы. Ту, которая ляжет в основу будущего стенда на Советском проспекте, эксперты выберут уже в пятницу. Конкурс проходил в рамках проекта «Сердце города». По словам мэра Череповца Елены Авдеевой, задумки организаторов проекта частично уже воплотились в жизнь. Так начали проводить в порядок историческую часть города и здание на Советском проспекте. Также специалисты приступили к разработке проектно-сметной документации на ремонт внутреннего дворика художественного музея. В этом году начнем ремонтировать одно из зданий Верещагинского комплекса. И очень надеемся, что, приняв участие в большом федеральном конкурсе среди исторических поселений, обязательно займем призовое место. И в следующем году, уже в 2020 году, Верещагинский квартал, территорию прилегающую к Воскресенскому Советскому проспекту, начнем реконструировать. Старый Новый год вместе с череповчанами отметил ансамбль «Череповец» в минувшие выходные. Один из главных городских коллективов представил зрителям особую программу. Почему ансамбль филармонического собрания редко устраивает сольные концерты в городе Нашексней, в каких городах России череповецкий ансамбль принимают как дорогих гостей, расскажет Вера Кучеренко. Говоря спортивным языком, тренировка прошла напряженно. Это финальная репетиция перед ответственным концертом ансамбля «Череповец». Руководитель доволен, как говорится, через раз. Артисты стараются настроиться на нужный лад. Волнение не без причины. Большие сольные концерты в городе ансамбль «Череповец» дает крайне редко. Коллектив, как одна из визитных карточек «Череповца», постоянно задействован на всех городских мероприятиях. Оттого кажется, что череповчане с ансамблем практически не расстаются. Однако вот так, спокойно, без спешки, с горожанами артисты ансамбля «Череповец» не виделись уже давно. Это часть первого отделения. Оно посвящено рождественским и святочным традициям. Артисты поют особую колядную песню – величальную. В коллективе фольклорный материал хранят бережно. Что-то лично руководителям собрано в экспедициях, что-то по крупицам ищется в библиотеках и, конечно, в интернете. Главное – знать, что искать, отмечает худрук. Хочется и показать, как праздновали Новый год в старину, во-первых. И опять же, Рождество, ведь был период, когда не праздновали Новый год, а праздновали Рождество именно. И святки идут на дворе. И мало того, что как бы вот это 13 число, кроме всего, еще Васильев день – это такой зенит святок. И именно вот эти все гадания, они именно вот на этот день считались самыми такими знаковыми. Второе отделение Большого концерта посвятили известным песням советских поэтов и композиторов. Песни из кинофильмов, песни, которые, несмотря на авторство, уже давно считаются народными. Одним словом, та музыка, под которую встречает Новый год уже не одно поколение. Кстати, новое поколение артистов ансамбля уже вовсю солирует. Правда, работать еще есть над чем. Творческие поиски молодежи Юрий Цепелев контролирует с особым пристрастием. И гармошка хороша! Скажи тоненько, тихонько, потом выведешь. Кропотливая работа над каждым элементом программы, над каждым звуком, образом – не зря ансамбля «Череповец» считают родным и в других городах России. Артисты давно сотрудничают с усадьбой Марьины под Петербургом. В сентябре выступали на усадьбе близ Куликово поле. Несмотря на гастроли и плотный концертный график, под Старый Новый год коллектив порадовал родного зрителя. Большой сольной программой на сцене родной филармонии. Вера Кучеренко, Сергей Павлов, Новости. Хоккейная команда «Северсталь» одержала две победы на старте длинной выездной серии матчей в чемпионате КХЛ. Сначала череповчане добились успеха в Новосибирске во встрече с Сибирью, а затем в Хабаровске в серии буллитов нанесли поражение Амуру. «Северсталь» начала самую длинную в сезоне выездную серию матчей чемпионата КХЛ в Новосибирске поединком с Сибирью. Череповчане стартовали лихо. Уже к середине первого периода они вели со счетом 2-0 после точных бросков Владислава Кадолы и Егора Бабенко. Однако сибиряки смогли одну шайбу отыграть в большинстве. Во втором периоде Вадим Кудака, подключившись к атаке, восстановил преимущество «Северстали». А затем череповецкая команда пропустила, имея численный перевес на льду. Но вновь быстро разрыв в две шайбы был возвращен, а вторым гола стал Картер Эштон. В третьем периоде за пять минут до финальной сирены хозяева площадки забросили третью шайбу ворота череповчан, а следом и четвертую. Но «Северсталь» тут же ответила голом Игоря Гераськина. В итоге 5-4 победы «Северстали». К сожалению, психология победителя, она по мановению волшебной палочки не наступает. Как раз вот через такие игры приходит уверенность в себе. Я даже рад, что сегодня так игра складывалась. «Северсталь» ведет борьбу с «Самуром» в рейтинге КХЛ, а потому игра была крайне важна. Кроме того, принципиальности встречи добавил тот факт, что дальневосточный клуб буквально накануне этого матча возглавил бывший тренер «Северсталя» Александр Гулявцев. И хозяева льда первыми открыли счет уже на четвертой минуте. Однако очень быстро равенство было восстановлено. «Северсталь» отыгралась после точного броска Алексея Михнова. Во втором периоде свой первый гол в сезоне забил защитник Иван Лекомцев и вывел «Северсталь» вперед. В заключительный третий матч череповщане пропустили шайбу в меньшинстве. 2-2 в основное время матча. В серии буллитов везение было на стороне «Северстали». Решающий гол забил Алексей Михнов. Четвертая подряд победа 3-2. У команды поменялся новый главный тренер. И всегда это придает новые эмоции. И видно было, что сегодня Амур был заряжен. И второе, конечно, играть здесь всегда тяжело. Тем более так рано утром. Поэтому благодарим ребятам, что выдержали, выстояли. Забили вовремя. Особенно первый гол, который немножко так нас встряхнул. «Северсталь» с победой. Хороший матч выдали у команды. Я считаю, что игра была агрессивная, быстрая. По своей команде хочу сказать, что ребята сегодня вышли действительно эмоционально заряженные. Лавочка была живая. Равнодушек не было сегодня. Выездная серия матчей у «Северстали» продолжается. Следующий матч 15 января в Шанхае против китайского клуба «Кунь Лунь Ред Стар». Владимир Сентябрёв, новости. Далее прогноз погоды, а затем сериалы «Клан Кеннеди», «Шулер» и «Защита свидетелей». На этом всё. До встречи на Первом городском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok